здравствуйте товарищи мы продолжаем прохождение игры the night of the rabbit где наш герой ерема хозяин над пытается стать магом в прошлой серии мы попали в городок под названием мышелесия уменьшившись в размерах и сегодня будем тут смотреть что у нас как значит что у нас как давайте вспомним значит маркиз который кролик отправился в ратушу чтобы представить джерри городскому совету он велел ереме дождаться его попробуй пока поговорить с местными жителями хорошо юная белка ты случайно явил лягушонка платона я жду посылку из беличьего бутика для стильных белок беличий бутик смешное название неужели хотя как зовут меня ерема а по-моему ерема очень смешное имя я уверена что ты не успеваю читать мне даже не знаю чем речь вот видишь буду ждать платона с моей посылкой может стоило уехать из города с кузнецом вместо этого стою и думаю что вороны могут вернуться в любой момент мне страшно но я должна получить посылку так сейчас чё там пропустил но видать чё-то я пропустилась диалога но неважно так ты кто танцующий мышонок извини но мне некогда тренируюсь сегодня у зайца вечеринка в честь дни рождения и я собираюсь пойти пухлый зверек с зонтиком какой необычный бельчонок такой легко ему точно есть что рассказать лихой вовсе нет видишь сколько у меня карт значит ты картограф но что-то я путешественник ты впервые в мышелесе верно найди меня позже у шлюза поднимись по пандасу справа от городских ворот мышь с рюкзаком чё он сказал привет все в порядке скажи за мной кто-нибудь стоит кажется меня преследует призрак даже не знаю я никого не вижу я тоже не вижу но точно знаю там кто-то есть вот так находишь в лесу странную книжку ни слова в ней не понимаешь а потом к тебе привязывается призрак все как всегда вечно мне не везет мышонок с рюкзаком считает что его преследует какой-то невидимка ты никого не видишь так у нас же есть это волшебная монета у у тебя за спиной правда кто то есть все он исчез я так и знал какое счастье какое облегчение как он выглядел каменная голова а руки из веток и листьев правда значит это лесной дух а я-то в них не верил знаешь шо вот возьми себе я нашел ее в лесу может книга принадлежит лесному духу раз ты его видишь попробуй вернуть книгу ты же говорил что она проклята и да а тут записи нет все задания выполнены вот ты где пойдем ерема познакомлю тебя кое с кем простите за внезапное вторжение благородные сова и белка джонатан это кролик о котором я рассказывал проболиться но это святая свинка эти глаза они видели тысячи миров кто-то говорит он безжалостен но мои родители считали его одним из первых древоходов первым был не я но я узнал маркиз дэхота когда мы последний раз виделись я был едва до колена кузнечику следуя обычную древоходах я представляю вам своего ученика ерему хазелната прошу поддержать его в постижении главной лесной науки магии да нужно было сразу догадаться этот птенчик новый ученик волшебника а мы думали что традиции древоходов забыты чё ученик волшебника приержи коней еремеи не за что традиция требует немедленно устроить праздник древесных вершин в честь нового древохода согласно традиции ученик должен в одиночку подготовить праздник новичок перед началом учебы ты должен разослать приглашение и заказать синий сок и выпечку для угощения именно поговори с мышью аней она лучше кондитер в мышелесе я буду ждать тебя здесь я хочу узнать что произошло мышелесе изменилось получается я должен бегать по округе в одиночку уверен тебе это по силам летние каникулы продолжаются это твое приключение ерема конечна стой не ходи по книгам разве их не нужно убрать на место я этим и занимаюсь на урсула племянница конора да опять все переворошила ого сколько заданий маркиз точно знает что делать дальше перед началом обучения ерема ереме нужно доставить приглашение на праздник древесных вершин джонатан советует обратиться к не хозяйке лесного кафе против чем начать обучение ерема должен заказать синий сок для праздника бэд понадавали сетка с орехами интересная меблировка стильная съедобная это общественные запасы многие рабочие берут в оплату орехи перила младой чел тебе туда нельзя наверху городской архив там хранятся законы и конституция их разрешается смотреть только жителям нашего города а еще оттуда можно забраться на ратушу в натуре конечно если ты решишь переехать жить в мышелесе я тебе все покажу картина с рыцарем мышь в форме верхом на жуке портрет основателя нашего города магистра максимыша мышелесского он заложил моральные устои нашего общества и его столицу мышелесье моральные устои пакт непоглощаемых он запрещает употреблять в пищу все живое и дышащее понимаю значит ты вегетарианец конечно я олицетворение здоровья сова вегетарианец блять я щас обоссусь стол стол в форме трехлистного клевера лист клевера имеет особое значение это символ сотрудничества трех постоянных членов городского совета трех третья мышь ханна последний раз ее видели во время недавней вороньей атаки доспех интересно внутри мышь не пусто стопка книг о книжка гарри вобер и чайная комната это исторический роман разве их не нужно убрать на место я этим и занимаюсь но у русула племянница кондра да опять все переворошила я всегда говорю что вороны сеет хаос а у русула его поддерживает за ратушу стой не ходи по книгам но из них получилась такая лесенка не попирай ногами знания пиздюк огонь тепло железный доспех рыцарский доспех прям как в нихах но если бы все рыцари были хомячками это было бы настолько мило что никто бы не захотел воевать конрад можно вас отвлечь ненадолго нет я работаю о чем вы заняты мое дело думать иначе говоря таращится в пустоту я размышляю и планирую и что в планах нужно наполнить хранилище во время эвакуации какая-то ворона устроила здесь пир месяц назад прекрасное мышлесе атаковали вороны дикие вороны почти не умеют говорить очень тревожная ситуация джонатан критика непрактичного разума иммануил бант естествознание хильдегарды пчелки куда же мне это поставить а почему бы не расставить книги по темам здесь умные книжки там про природу именно этим я и занимаюсь вот книги с красной обложкой а там будут стоять зеленый ты уверен? разумеется если понадобится красная книга она сразу найдется все равно зеленые никто не читает полная херня в литературе зеленых книг вообще не держат джонатан ты там никогда не был разумеется был я ездил туда на экскурсию как видите молодой чел джонатан сортирует так же плохо как и шутит посмеяться посмеяться никогда не вредно и что мне теперь делать? согласно традиции ученик должен в одиночку подготовить праздник новичок перед началом учебы ты должен разослать приглашение и заказать синий сок и выпечку для угощения такова традиция погарить с мыши ани она лучше кондитера в мыши леси что за праздник древесных вершин? господин белка дорогие гости прошу тишины праздник древесных вершин состоится через месяц не-не согласно обычаю мы празднуем завершение обучения каждого нового ученика с давних времен по сей день да меня здесь не было слишком долго что это такое это магия сука это приглашение на праздник древесных вершин из архива ему 90 лет ты видишь, Конрад? Ерема, возьми приглашение а это волшебная почтовая марка а зачем марка? поймешь, когда приклеишь ее к конверту но ее можно приклеить только к запечатанному конверту с приглашением разошли приглашение всем в мышелесе запомни, праздник начнется сразу после завершения твоего обучения поговори с Платоном почтальоном он доставит твои приглашения если нужна будет помощь обратись короче, если они не помогут, примени это первое блять если тебе позарез нужен дельный совет открой рюкзак и используй заклинание совет друга справа от волшебной палочки как оно работает? совет друга позволит тебе мысленно связаться со мной и я дам тебе подсказку, которая, я надеюсь, тебе поможет с этим заклинанием и волшебной монеткой тебе не страшны любые испытания я буду ждать тебя здесь, Ерема что там насчет древоходов и порталов? древоходы путешествуют между разными мирами с помощью древесных порталов сказки древоходы это волшебники путешествующие между мирами через лесные порталы через лесные порталы мифы и легенды ни коим образом лесные порталы это деревья чьи корни проникают глубоко в материю реальности так глубоко, что они существуют сразу в нескольких мирах и образуют волшебные связи эти связи между использовать для перемещения между мирами этим мы и занимаемся именно так, чтобы помогать беспомощным и миф оживает снова время, место и вероятность образуют почти бесчисленное количество миров я обучу тебя традиции древоходов поделюсь древними знаниями о путешествиях между мирами тогда я возвращаюсь к работе удачи блять, сколько диалогов тут капец я всегда говорю, что вороны сеют хаос а Урсула его поддерживает давайте уже на выход так, задание понадавали а, вот это, он говорил совет друга появилась тут так, монета с дыркой совет друга, марка нужен конверт в него приглашение на конверт марку так, минуточку у тебя есть древнее приглашение и волшебная марка но как же доставить приглашение всем жителям мышелесия так обратиться к они, хозяйке лесного кафе так что-то говорили про почтальона по-моему, которого белка ждет как раз он ей посылку там должен вот ты случайно не видел где гушонка Платона я жду посылку из беличьего бутика для стильных белок может стоило уехать из города с кузнецом ну ладно, это мы все слышали по-моему, там тоже про этого Платона говорили реклама синий сок вкусно до посинения гарантии качества от лесных гномов рекламная тумба с объявлениями дорогие жители мышелесия мой сосед постоянно жалуется на шум по ночам пожалуйста, шумите посильнее так ему, суки, и надо искренне ваш, она не мышь золотой рожок с лягушкой рог в центре площади может, им можно кого-то вызвать ну, вызови, в чем проблема маленький знак в городской стене осторожно, зимой скользко попасть бы сюда зимой здорово было бы здесь покататься так, туда, туда, туда туда кафе лесное кафе кажется очень теплым и уютным похоже, хозяин кафе хорошо о нем заботится статуи у ратуши мне кажется или эти камни абсолютно довольные колоритные деревянные часы ни часов, ни минут не видно судя по всему, мышиные часы показывают время еды и время сна ну а хер еще надо давайте зайдем в кафе какой приятный запах напоминает травяные леденцы так, это тот чувак, за которым призрак гонялся так, минуточку, он же нам книгу отдал загадочную а че с ней я лучше буду поосторожней мне дал ее мышонок с рюкзаком тут полно записей, которые да блять, че так быстро которые я не могу прочесть интересно ее хозяин тот загадочный лесной дух а вот так можно было рецепт того огня снова а то я в прошлом выпуске вспоминал вспоминал его тут можно было таинственное послание перечитать бочка полезной выпечки что-то здесь не так целая бочка выпечки и никто ее не ест очень странно это любимые кексы улей с травами из его аптеки попробуем ну давай всего кусочек извини не хочу быть лабораторной мышью мышью для травяной выпечки мусорное ведро пуста травяная аптека классный грибок судя по запаху в горшках сушеные травы и специи валерьянка ночной колпак улей сонные капли на бутылке цена один листоллар у меня нет листолларов ни одного огромный сыр здесь записка кто-то из наших гостей забыл головку сыра а поскольку его так и не забрали в течение трех лет сыр можно брать бесплатно приятного аппетита аня сыр как каменный потыкай в него палкой надо что-то поострее пустая затея картина лестница с предупредительным знаком здесь знак терраса закрыта опасность похищения воронами это не к добру запомните проблем нет есть испытания радиоприемник выключено нет сигнала мы не в эфире ключ лучше оставлю все как есть я хочу стать волшебником а не вором за это тут наверняка приговаривают к тысяче оборотов в беговом колесе исписанный листок тут написано кофе бесплатно но пожалуйста попробуйте нашу ромовую бабу раковина раковина нет пустая затея кофеварка один горячий кофе ничего не выйдет почему ничего не выйдет задняя дверь дверь открыта эй ты это частная собственность пиздуй нахуй из моего сада так а че этот входит заходит а я не могу он закрыл заперто мышонок с рюкзаком только что запер ее ключом рядом с дверью может я смогу устроить чтобы мышонок не запирал дверь когда вернется из сада тогда я смогу пользоваться дверью да мы только что вошли в нее он ше открывает и мы можем войти про днас нахер оттуда послали крот привет добрый день мой друг минутку я знаю этот голос по имя людвиг землерой болотное радио 103 и 6 крот утром крот днем и крот сука вечером точно я слышал тебя по радио да к сожалению болотная тропа затоплена и я не могу работать а так бы хотелось снова выйти в эфир я работаю на болоте с тех пор как вороны сломали мой старый мой старый или не работаю с тех пор что то сломали вороны значит ты радио диджей да к сожалению болотная тропа затоплена и я не могу работать а так хотелось бы снова выйти в эфир нет он сказал что он работает все таки с тех в каком то месте с тех пор как вороны что то расхерачили есть надежда что ты скоро вернешься в эфир пока мой передатчик среет на болоте ни за что иначе моя репутация будет подмочена а твои поклонники у меня все шутки сырые как же ты объяснишь свою отставку да блять шо ж так быстро то я тоже всегда мечтал работать на радио отличный настрой но если хочешь работать со мной нужно уметь острить острить да отдать мне подачу которую я завершу острой шуткой чё сказать-то что-то смешное ладно ага габля почему курица переходит дорогу так не пойдет эту шутку вышелесе примут очень холодно поверь мне понятно придумай что-то подходящее для нашей аудитории и мы попробуем еще раз мне пора до скорого и помни я знаю ты где-то там возвращайся скорее я пока присмотрю за твоим садом что-то несешь а он разговаривает с фотографией на кто там на фотографии экстравагантно а вот она аня добро пожаловать меня зовут аня приветствую в моем лесном кафе привет я ерема ты моя сладкая конфетка я хочу заказать синий сок выпечку для праздника древесных вершин чё уже пора отлично напекал кучу кексиков а что с синим соком извини ягодка но это тебе лучше спросить у гномов они уже давно не привозили сока гномы живут на другом берегу холодного ручья в темнолесье что это за шум звучит опасно разумеется преступно вкусно я готовлю кое-что новенькое такого мышелесе еще не видела взрывное печенье а взрывной торт не лучше поверь мне сахарочек это будет слаб блять надеюсь малыш которого я не анчу их оценит малыш гумберт сложный все считают его гадким избалованным мальчиком но его просто недооценивает бедный одаренный малыш может быть мои новые печеньки подбодрят его так насчет синего сока извини ягодка но это тебе лучше спросить у гномов они давно уже не привозили сока гномы живут на другом берегу холодного ручья в темнолесе до скорого удачи извини не хочу быть лабораторной мышцы для травяной выпечки до один горячий кофе ничего не выйдет так может ее надо позвать потом нажать чё-то хотел один горячий кофе не не работает до скорого непонятно непонятно лесные гномы прекратили поставки синего сока чё случилось разыщи их дом недалеко от моста через холодный ручей в глубине темнолесья такси не сок разослать приглашение так выпечку она согласилась сделать даже бабла не попросила но синим соком непонятно так куда тут можно ратуша тропинка через корень неизвестно куда неизвестно куда тропинка через корень а мы отсюда через эту дверь выходили сюда и вот это мышь туда-сюда ходит непонятно зачем так и не понял я какие у него проблемы ворчливый хозяин сада в центр города так это обратно знаки справа находятся сады дорога городской площади ведет через корень а если пойти в обратном направлении я выйду к окраине города кафе задний двор лесного кафе плита с листком клевера половина статуи странная статуя верхней части нет а теперь еще и глаза пропали бочонок важно нам нужно больше синего сока так кажется в бочке пусто но кран все еще работает так мы прилутали кран калитка эй ты это частная собственность чудесный сад только ничего не трой сад семьи зайцев чудесный сад а это то же самое да таз немытой посуды кому-то не хочется мыть посуду я медитирую дом семьи зайцев много почтовых ящиков у нас просторный дом и большая семья у нас туннелей больше чем у лесных гномов конечно ведь их всего трое гость привет все в порядке в жопу кофе кофе сука так как кофе нам в кафе не налили по непонятной причине красивый цветок какой интересный большой цветок ты че здесь вынюхиваешь я просто любовался этим чудесным цветком цветком херня зайцы нас не любят грабли какие добротные грабли наверное принадлежат зайчьему семейству пригодятся в деле эй ты еб твою мать зачем тебе наши фамильные грабли я лишь хотел одолжить их ненадолго вчера наш газон завалило листьями да ладно поторопись листья сами собой не исчезнут добротные грабли это вам не член в жопу засовывать пойдем неизвестно куда лиственная лодка странная дверь к садам улей с медом внутри нет ни одной пчелы но судя по сладкому аромату пчелы улетели недавно статуя вороны как странно я думал вороны тут злейшие враги зачем здесь поставили статую вороны оранжевая тыква какие огромные тыквы с другой стороны тут и мыши с меня ростом в сравнении огромная тыква даже не впечатляет большая тыква круглая и другие тоже но особенно это оранжевая тыква оранжевая тыква какие огромные тыквы оранжевая тыква круглая тыква еще оранжевая тыква дом у подножья дерева выглядит как дерево пахнет деревом думаю да я сука уверен что это дом из дерева красиво большая тыква мастерская братцев и ежиков дерево на любой вкус здесь никого у меня в голове примерно так же лиственная лодка какой большой лист доска потерянная деревяшка не плачь мы найдем твою маму старая доска от забора почтовый рожок может им можно кого-то вызвать мы уже видели один рожок дерево это дерево как второе небо только зеленое с листвой узкий туннель между корней мне с моим ростом сюда не протиснуться странная тыква эта тыква какая-то другая большая круглая оранжевая не пойму в чем дело но что-то здесь не так эта тыква другая да давайте ебнем по ней доской не выйдет дайте ебнем граблями по ней тут не нужны добротные грабли тогда я не знаю как тебе помочь палкой потыкай в нее палка тут не поможет прикрути к ней кран отсюда выливать нечего странная дверь странно и заперто странный почтовый ящик тут написано а малена никакой рекламы пожалуйста загадочно пойдемте дальше пойдемте дальше центр города это мы крох сдадим невероятно большое дерево весь город умещается под деревом птицам свившим гнезда в кроне дерева открывается чудесный вид странный кристалл странная штука в светящемся кристалле маленькое каменное лицо еще какая-то янтарная херня слышен тихий звук очень мягкий словно кто-то коснулся фужера да потыкай палкой сюда я же не знаю палка тут не поможет гигантские коричневые грибы пахнет землей так грибы гораздо пекетнее чем в маминых салатах господин церковная мышь господин церковная мышь младший подходи полюбуйся товарами но следи чтобы глаза не выпали из головы хотя и это не проблема с нашей потрясающей коллекцией стеклянных глаз это лишь часть товаров доступных по смешным ценам нелепо дешево господин церковная мышь и сын глаза и многое другое странствующие торговцы церковная мышь и сын предлагают все о чем вы мечтали и будете мечтать все необходимое даже если вы еще не осознали желание купить это вы говорите как артист забавно что ты заметил но ближе к делу пиздюк что желаешь у церковной мыши и сына найдется все боюсь у меня туго с деньгами ну тогда возьми этот эксклюзивный маленький но выдающийся промо сувенир красную нитку разреши я привяжу ее к твоей интересной круглой монетке которую кстати говоря мы не примем в счет оплаты очень красиво спасибо красная нить высшего качества приведет тебя к лавке господина церковной мыши и сына как только тебе понадобятся наши услуги штуки любого сорта красивые штуки высокие штуки маленькие штуки белые штуки яркие штуки полные штуки тяжелые штуки сахарные штуки грязные штуки сука глупые штуки заходи к господину церковной мыши и сыну у нас найдется любая херня но не тяни скоро я передам дело своему одаренному сыну а сам отправлюсь отдыхать на кокосовая острова мы пока собираем деньги на поездку верно я говорю пиздюк пиздюк спасибо обязательно наведаюсь к вам вещи у нас тоже есть ясно штуки и вещи а еще хлам штуки вещи и хлам теперь ты въехал привет я ерема пиздюк ответа нет здарова пиздюк стесняется подходи поливайся товарами но следи чтобы глаза не выпали из головы так это блядь все по новой да только не это сука у вас есть фигурки супергерои всякое такое как насчет аутентичной репродукции супер крепкого орешка песня героя моей юности как же там было голова орех тело орех и кругом орех сука супер крепкий орешек то есть этот парень из орехов да но но новый а ценность падает каждый раз когда его что-то касается даже воздух но если я его куплю я буду с ним играть играть ну ты даешь блять нет боюсь он не продается правда пиздюк скоро он возьмет на себя управление лавкой а я отправлюсь на заслуженный отдых скоро ты сам сможешь не продавать детям дорогие игрушки пиздюк стесняется но отличный бизнесмен я в него верю очень очень сильно слышишь пиздюк приятно знать что твои золотые годы обеспечены блядь да сколько же диалогов заброшенная фреска хрустное лицо глядит из-за плюща интересно кто это нарисовал круглое окно через окно можно заклинуть в ратушу старая белка джонатан уже заметил меня он грозит тростью боится что я залезу в окно и потопчусь по его книгам я бы не стал так делать по крайней мере пока он смотрит вид на мышелесе прекрасный вид отсюда видно кафе и городскую стену и одну из пушек стража ага то есть тут мы пошли сначала сюда тропинка через корень в сад и сдали круг но пока что ничего ничего в плане зацепок для тех заданий которые нам нужны пойдем мы тогда дальше мы пойдем вот эти рожки с лягушкой мы второй видели где-то там мышелесе весь город умещается под деревом птицам с вишем гнезда в кроне дерева открывается чудесный вид интересно в наших лесах тоже есть города грызунов может я всю жизнь ходил не по той тропе гороховые снаряды лапы прочь пушка должна быть готова отразить вороне на лед представляешь что будет если ворона залетит в ратушу снова обычно они летят с северо-запада надо держать ухо вострова даже ночью канонир пушка пушка прямо как в кино про пиратов я ерема фундыкоброд блять лапы прочь никому нельзя трогать пушку даже мне особенно мне только в крайнем случае сука пушка должна быть готова отразить вороне на лед ой статуя совы эта каменная сова очень мудрая она видела как в ручье плавают мчатся и булькают самые разные вещи шлюз сом опасно речной хищник и может скажем так доставить хлопот шлюз не пускает его в город поэтому я не могу открыть его пока тут сом большой сом на дне ручья большая рыба шевелит плавниками она ждет когда откроют шлюз так а я этого чувака с картами мы уже видели в центре города там он правда сказал зайти к нему куда-то наверное сюда попозже здравствуйте господин белка все называют меня шпиц вех не люблю церемоний и кстати говоря я вообще-то суслик я не знал ну судя по вашим вещам у вас большие планы я исследователь и ученый и отправляюсь в экспедицию по семи морям чтобы описать различия между их флорой и фауной ты взгляни на карты в моем рюкзаке в них умными и красивыми выражениями прославлена красота природы да я отправляюсь в масштабную экспедицию но она начинается здесь на нашем скромном ручье охуеть но почему вы еще здесь чтобы исследовать семь морей нужно много времени еще бы первый этап пройдет на традиционной лиственной лодке мошелесия я заказал ее вчера у братцев ежиков это самые опытные и надежные мастеровые в нашем лесу они собирались спустить лодку ко мне по холодному ручью до сих пор ее жду ты случаем не собирался на тыквенную грядку на окраине города сделай одолжение заклини в мастерскую ежей и спроси о моей лодке без проблем будет сделано а мы кстати видели эту мастерскую только ежей там не было шпицвих ждет свою лодку братцы ежики должны были построить ее в мастерской на окраине города что у них там происходит епых мать башня калитка закрыто канонир привет зачем ты здесь торчишь у меня держуство на пушке у нас была большая беда с воронами и сейчас есть пришлось эвакуировать город звучит ужасно именно так так вот если увижу этих тварей тогда бля херрак обычно они летят с северо-запада надо держать ухо востро даже ночью так отсюда не пройти статуи статуи торчащие из земли отсюда не получится вооруженный стражник отсюда не получится то есть надо к ним прийти он сюда не идет надо к ним прийти еще откуда-то так давайте в центр города мы не были вот здесь еще городским воротам а ну это сюда как раз тропинка в траве городские ворота мышелесия еще статуя кажется эти глаза многое повидали стражник с листком с прибытием в мышелесе чужеземец твой друг с красными глазами мне знаком вот тебе мой дружеский совет оставайся в городе сегодня вороны кружат низко над лесом ты кто такой я тебя раньше не видел херня он сегодня уже проходил да с кроликом со светящимися красными глазами вот его я припоминаю я ерема хазелнат волшебник ученик ты волшебник насчет твоего красноглазого друга я бы еще поверил и почему я должен надрываться пока ты развлекаешься полускрытая статуя статуя похожа на мышь на сварливого стражника посмотришь на такой и сразу становится как-то веселее неплохая компания для настоящей стражи камень со странными символами тут сказано к путеводному дереву как странно мы его называем так же так тут еще две развилки тропинка в траве так минуточку минуточку мы аж отсюда попали как раз в этом мошелесе стена здесь тоже совиная стена прям как дома может это и есть дом маленькая лежащая статуя я знаю тебя или такого же лентяя как ты большая статуя с желудем надо же и ты в мошелесе забавно не такая уж маленькая статуя зайца а маленькая статуя зайца здесь не такая уж и маленькая проход к лесному порталу и ну да это погоди он теперь нормального размера странный кристалл странная штука в светящемся кристалле маленькое каменное лицо и еще какая-то янтарная штука слышен тихий звук очень мягкий словно кто-то коснулся фужера так мы там где-то в мошелесе такой же кристалл видели и с таким же описанием паутина воу ну и паучише ебать пока он сидит тут я не стану трогать его красивую прочную паутину может его граблями опиздюлить не хотелось бы злить такого паука если паутина порвется она уже никому не понадобится это намек на что-то пруд тут пруд намного глубже чем в моем мире к счастью к счастью я отличный пловец что тут мы ни хера не нашли ходим ходим бродим много диалогов монологов но мы не продвигаемся по сюжету вообще никак так так вот сюда не ходили группа статуй животных на камне что-то написано говорите друг с другом видите дела друг с другом и живите в мире в память о регулярных собраниях на этом ручье улаживающих разногласия между мышами белками и другими жителями леса другие жители думаю я попал блять че он сказал думаю я попал бы в эту категорию если бы я жил здесь гумберт мост мост ну на вид вполне устойчивый но высота приличная особенно для такого крохи как я стой кто там че это еще за жуткий хорек мне просто нужно пройти разбежался в чем проблема ни в чем 500 лист долларов на бочку столько стоит проход по мосту через холодный ручей я собираю ссор ты хотел сказать сбор нет ссор говорить будет тот из нас кто никогда не ошибается но в таком случае всему миру придется молчать всем кроме меня правильно но еще может моя няня Аня она говорит что я очень талантлива ее можно оставить может быть если мне запрещено говорить как же мы будем торговаться ладно 300 лист долларов 300 лист долларов если бы у тебя если у тебя такие полномочия значит ты государственный чиновник волшебникам положена скидка ученики волшебников обычно бедные мне нужно перейти мост для обучения скидка радуйся что у тебя вообще есть шанс пройти 300 лист долларов платили оставайся на этой стороне мне до пизды я еще вернусь какой борзый пиздюк не драться же мне с малым ребенком я слишком добр надо подумать как перейти мост и при этом не вывешивать его с моста за ногу чтобы вразумить хотя нет блять пацан ты почти сделал правильное решение утопить его к хуям малыш гумбер требует джерри плату за проход наверняка его можно как-то подкупить журчащий ручей быстрый холодный каменистый журчащий ручей наверняка его можно дать пизды там очень и очень интересно к сожалению на пути маленький пиздюк непонятно все это непонятно да вроде так все обошли в первом приближении ничего что помогло бы продвинуться в наших заданиях единственное про эту лодку возможно после этого диалога и появления этого задания там появятся эти сами ежики у своей мастерской туда можно сходить еще раз вот давайте в кафе зайдем может это Аня посоветует что-нибудь как этого пиздюка угомонить что касается этого долбоеба гумберта я вечно пристаю ко всем с вопросами вот бы хоть раз меня спросили какой кошмар бедняжка хочешь я задам тебе вопрос задавай ты не встречал лягушонка такого высокого симпатичного обычно он в это время заходит за кафе но что-то задерживается а я додумал речь обо мне извините а ну да это мы все слышали выпечку не берет кофе не кофе нет опять да кофеварка вроде кофеварка работает да заперто машонок с рюкзаком только что запер ее ключом рядом с дверью да это мы все уже проходили что-то все это непонятно категорически он там следит за чьим-то садом пока кого-то нет кто на фотографии и тут нас прогоняют ладно пойдем в мастерскую к этим ежам так я уже не помню где быстрее здесь или здесь так на краину города я думаю я не знаю а вот они да появились ежи и что мы тихо и 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 Я Ерёма, ученик волшебника. Господин Шпицвих послал меня узнать насчёт лодки. Шпицвих, наверное, давно уже ждёт у шлюза. К сожалению, наши инструменты пропали. Совсем новые. Уверен, это дело рук зеленошляпа. Чё за херня? Папа рассказывал нам про зеленошляпа. Нам тогда было 4 года. И чё, иногда они появляются в мышелесе. Это невидимки, крадущие инструменты и пускающие сквозняки, чтобы все простужались. Это херня. А как же маленькие следы? Это тоже сказки? Я поищу ваши инструменты. Вот, спасибо. Ты наш спаситель. Кто там сказал хи-хи-хи в конце? Отличная пила, остренькая. Там кто-то есть. Человечек в зелёной шляпе. Я так и знал! У нас в доме всё-таки был зеленошляп. Чтоб меня змеи побрали. Грязные горшки и навозные мухи. Грах... Блядь, он меня видит. Ах ты, пидорас. Вор пропал. Нужно поймать его. Коротышка в зелёном стащил инструменты ёжиков. Здрасте. Ах ты, хуес... Зелёный пиздюк, опять он. Сначала уезжай, теперь здесь. Ты обознался. Я ничего не делал. Ёбаная ищейка. Уёбывай к скоробеям, пидорас ебучий. Он опять удрал. Он явно ебанутый. Так. Тут его нет. Дайте в центр города. А где теперь его искать? А вот он. Здесь этот клеверный вандал меня не найдёт. Опять он. Стоять, сука! Я стою на клевере. Его магия заряжает меня силой. Здесь я на всё способен. Опять свалил. Человечек встаёт на камень, чтобы защититься, а потом исчезает. Очевидно, не без помощи магии. Вот задачка для действия. Детей. Ёбаный рот, оставь меня в покое, долбоёб. Тебя не видать, моего клевера. Угу. Значит, он по кругу мы будем бегать, да? Ну да. Опять он. Ты обознался и ничего не сделал. Ёбаная ищейка. Да. Так, мы ходим по кругу. Если мы ходим по кругу, надо что-то решать, значит. Где он задерживается? На каких местах? Так, он встаёт на клевер. Он на камне вот этом стоит и на клевере. Так, но... Говорит он именно про клевер, а не про эту. Что у нас есть в инвентаре? Грабли? Коварный план. И может сработать. Хорошо. 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 Донни коксин, флайспекс. Не обвините, вы брать. Так, он идёт туда, теперь сюда. Так, здесь он тут стоит, а тут ничего не выделяется где он стоит. Преградить ему путь, ага, преградить ему путь. Чем преградить ему путь? Палка тут не поможет. Просто прислонить доску мало, кажется мне нужны инструменты. И мне, и мне тоже. Ага. Так, а где оно с граблями? Лепрекон должен вот-вот появиться, и тогда... Ага, ага, получил, тварь. Так, минуточку, украдены инструменты. Так, а грабли ты не хочешь снова взять? Ага. Возвращаем. Так, инструменты и гвоздь. Так, он не пропал. Так, тогда мы доской заколачиваем. Инструменты можно вернуть. Ваши инструменты у меня чудесно, но пока зерена шляп бродит в округе, я не смогу закончить лодку, потому что слишком волнуюсь. Я тоже. Пожалуйста, прогони его. Ага. Тогда надо, чтобы он снова сюда пришел. Он снова уйдет. Он снова уйдет. Продолжение следует... Я стою на эксперименте. Он снова уйдет. Продолжение следует... Так. Так. Ага. Он как раз про эту тыкву говорил, что она странная какая-то. Следы ведут к верхушке тыквы. Минутку. Это что, труба? Я знал, что с ней что-то не так. Интересно, она пустая внутри? Опаньки. Ты! Ты разрушил мой дом. Разбил его на мелкие кусочки в мгновенье ока. Чем я тебя насолил? Я не специально. Извините. Не специально? Это же настоящий вандализм. Ты жаждешь загробастать мой кобальт. Вообще-то я пришел по поводу краденных вещей. Да-да, мне пора. До не скорой встречи, ищей-ка. И он исчез. Меня все это уже заебало. Зеленашляп ушел. Какое облегчение. Опустевший дом выглядит печально. Я просто надеялся поймать вора, но он не хотел ничего такого. Такой милый домик был. Тыква. Домик тыква. Полагаю, ложка и серебристый кусок. Короче, взять себе. В чем это тут тонули? Кобальт лепрекона и серебряная ложка. Тыквенный тайник. Опустевший дом выглядит печально. Я просто надеялся поймать вора, но не хотел ничего такого. Так, инструменты. Все в порядке. Зеленашляп ушел. Какое облегчение. Все-таки папа был прав. Все это время он жил в тыкве с трубой. Я давно ее заприметил. Вот наши инструменты. Давай, братишка, скорее за работу. Вот лодка для Шпицвега. Готова к отплытию. И как нам доставить ее Шпицвегу? Просто подтолкни. Не переживай, холодный ручей донесет лодку к шлюзу. А Шпицвег уже ждет на месте. У нас еще много дел. Надо работать. Надо закончить реставрацию шкафчика для соседа. Как здорово. Обожаю мебель. Только не увлекайся шлифовкой. Понял? Да-да. Так. Хорошо. С чем-то разобрались. Зайдем еще в кафе. Раковина и кофеварка. Может кран прибандить? Отсюда выливать нечего. Нет. Не смешивайся. Раковина. Наикаревка. Тут ничего не поменялось. Ну что логично. Идем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, а как это выйти теперь опять? А мне вон туда как-то надо... Вот лодочка приплыла... Где был... В городской стене, это вот сюда... Продолжение следует... Главное не сдаваться и странствовать с открытой душой... Надо это записать как девиз экспедиции... Наконец я могу плыть к морю... Поднять якорь... Поднять паруса... Весла на воду... Есть капитан... Весла... Весла, ёптыть! Не стоит отплывать без весел... Вода очень коварна... Не полагайся на волю случая, если хочешь доплыть куда надо... И захвати якорь, чтобы корабль не уплыл без тебя после высадки... Пока сом плавает около шлюза, об отплытии не может быть и речи... В мире можно найти уйму приключений... Так зачем искать проблемы? Значит мы не отплываем, пока... Не найдем якорь и весла и не прогоним шныряющего сома... Да, и тогда путешествие начнется... Будем надеяться... Блять... Больше проблем стало... Шпицвих с радостью прокатит Джерри на лодке... Но перед этим мальчик должен ему помочь... Так, весла якорь и сом... Была одна проблема, стало три... Я считаю это прекрасно... В общем... Предлагаю на этой стадии прерваться... Понахватали мы заданий... И ни одной зацепки... К тому как... Какое-либо из этих заданий выполнить... Пока что... Да, это как бы как бы... Довольно сложная... Игра получается... В плане того, что непонятно что делать... Прям очень туго идет... Полтора часа... И считайте не продвинулись вообще никак... Ну конечно лодку мы построили... Это мы красавчики... Ладно, будем тогда потихоньку разбираться... Со всем этим в следующий раз... А на сегодня все... Спасибо за просмотр...